Всем привет! Меня зовут Сергей, мы с вами продолжаем проходить наркоз и выяснять, что случилось на этой грёбаной станции и открыть дверь. Давай откроем. И даже никто не выпрыгнет мне прямо в лицо, да? Ну ладно. Я уже понял, что к этой игре бесполезно относиться как к хоррору и ожидать от неё чего-то вроде хоррора. Во всяком случае, это вывод по первому впечатлению. Посмотрим, как оно будет дальше. Пока что... Блять! Твою налево! Уйди! Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Открываем. А где он? Блин, какой неудобный это скафандр, это капец. А ушёл, смотри. Вот мудила многолапая. Вон наверху ещё один. Если изначально я думал, что это будет играть чё-то вроде... Сумы или анабиозы или чё-то вроде этого, сейчас она мне больше напоминает уже игрушку Эдрифт. Кто здесь? Хрен его знает. Там, наверное, креветка бушует. Ну да, точно. О, привет! А где кто-нибудь-то? Вон он, сзади. Да чё ты у меня стучишься-то? На, сука. На, сука. Вот и не надо было ко мне лезть, мудила. Ого. Так, а в смысле 10% кислорода? Давай речи там свои, читайте, читалки. Доктор П, одиночка. Доктор П. Не слишком-то и скрывающий свою интровертность, обустроился в геологическом модуле. Казалось бы, то стены подводного дома сперва проглотили доктора, а затем выплюнули обратно. Я почти не могу председать себе его лицо. В тот миг, когда его драгоценные бумажки разлетелись вокруг, и пол разверся под его лакированными ботинками. Мать природа сурова. Если она ломится к тебе, то сразу со всех сторон. Действительно, мать природа такая вот. Так, там, по-моему, дышалка, да? Мне она срочно нужна, иначе 5%. Товарищи разработчики, с чего вы взяли, что большинство игроков любят, когда их торопят? Ох, привет. Здорово, мужики. Возьмите мне свой кружок этих самых анонимных водолазов. Ага. Отлично. Ладно. Верните мне, пожалуйста, угол обзора, я нихера не вижу. Спасибо. Ну вот так намного лучше. Слева открывается... 0% кислорода, а чем я тогда дышу, стесняюсь спросить. Вон, 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 воздух, вижу, вижу, вижу. Так, ай. Кислород, это жизнь, берегите его. Так ты чё, серьёзно, отсюда? Это далеко отсюда начинать-то. И... Да к смысле, какие сигнальные ракеты? Ты дурак, нет? Дай подышать-то ещё нибудь. Достичь поверхности было нереально, ни физически, ни посредством радиосвязи. Поэтому всё просто, гони подлодку Гомбасу-2. Не надейся, что остальные сделали так же. К нормальной жизни начинается наша новая глава. Ну, к нормальной так к нормальной. Так, я вижу справа, вот, давай-ка мне это сюда. Хорошо. На максимум. Сразу, замечательно. В ту дверь я не пойду, она не внушает мне никакого доверия, я пойду направо. По-моему, здесь ещё хуже. Обычно подводные дома были всё время полностью освещены. Большая часть оборудования была водонепроницаемой. Темно не было, но свет потихоньку угасал. Так, ну хорошо. Хорошо, пойдём. Эй, злодейща! Ах ты, гребанная креветка. Сюда тоже не пускает. Так, мне надо где-то отключить аварийную блокировку. Надеюсь, я иду правильно. Ага. Рефлекс. Ладно. Запас сигнальных рак. Алло! Чё это за звуки-то? По-моему, это в соседней каюте. Пойдём посмотрим. Мне вообще... Ага, сюда мне нельзя. Нихера это не в соседней. Алло! А-а-а, здравствуй! Ну, это... Ой. Это уже было ожидаемо. В смысле? Здесь только что удалов был нарисован. Это реально было очень сильно ожидаемо. Это было предсказуемо. Поэтому это было не страшно. Не оборачивайся. Написано на плакате. Ну, хорошо. Не буду. Ладно. Нахрене? Здорово, мужики! Соскучились по мне, что ли? А-а-а, понятно. Чё происходит-то? Я под чем? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Так, север это туда? Юг это... А мне на юг или на север? Я уже забыл, куда я шёл. Ага, понятно. Я шёл на север. Хорошо. На север, значит, на север. Кстати, все каюты пооткрывались. У меня... Нет, у меня кислород кончается. Мне показалось, что кислород не кончается. Да-да-да, 50%. Значит, надо ускориться. Ну! Да достань сигнальную ракету-то, дурила! Я ему жму на правую кнопку. Ага, привет. Привет. На 5,25. Так, я шёл на север? Да, я шёл на север. Сюда явно нельзя. Оно неотступно. А ещё это противоестественная изоляция. Мелочи начинают разрастаться. И всё внутреннее барахло, что и притащил с земли. Начинают напоминать о себе. Кто-то легче справляется, а кто-то хуже. Там дырка в полу или мне показалось? Вроде да. А вроде нет. 25% кислорода, кстати. Надо срочно найти чего-нибудь, чтобы подышать. Замечательно. Очень обнадёживающий жизнеутверждающий череп. То есть и туда можно... Можно пойти и сюда можно пойти. Ну прямо охренеть. Другой вопрос, что там справа по-прежнему включена аварийная блокировка. А слева ещё было, сейчас дай посмотрим. И. Эй. Эй. Ясно, понятно. Так, база данных обновлена. Там посмотреть файл. Ну, кого мы там нашли? Стелла Узор. Хера себе. Серьёзно. То есть, темнокожий парень, которого зовут Стелла Узор. Должно быть, когда ударила взрывная волна, Узор был как раз на оружии комплекса. Он оказался отрезан и был вынужден пробираться обратно через служебные тоннели. Любопытно, что же пробило его скафандр? Здешняя живность кажется смирной. Да, конечно. Ага. Даже пугливой. Конечно, жара, свет и общая сумятица, как и следует. Всех сбудоражили. Думаю, чтобы выжить в таких условиях, нужно забыть и о вежливости, и о сердечном приёме. Серьёзно? Местная живность кажется спокойной? Угу. Вот это вот открыто достижение щекотливой ситуации. Чувак сделал вывод про спо... Смотрите изнутри пузыря, как жизнь продолжается тяжело. Близкие начинают по-новой учатся жить без тебя. Курч затмевает всё. Неважно, сгинул ли ты на самом деле. Дышалка. А у меня 88%. Ну ладно, давай. Так, разблокируйте двери. Мне пишут по-прежнему, ты дышать будешь, нет? Он не хочет. Или это не дышалка? Опасное электричество. Ну и ладно. Или это был этот... Свет. Наверное, это был свет. Заходи! Открыто! Как хочешь. О, привет! Внимание, высокое потребление. Да и хрен-то с ним. То есть, когда я стою рядом с трупом, я начинаю слишком активно дышать. Кого я там нашёл? Тайсон Лайл. Лайл был похож на своё имя. Такой же компактный, милый и простой. Невозможно установить, утонул ли он, упал или умер от чего-то другого. И хотя на глубине в 2 мили много всего могло внезапно пойти не так, мысль о том, что мы можем утонуть в голове, как-то не задерживалась. Окей. А мне куда? А, вон, на лифт же. Пойдём. Грузовой лифт. Уровень 2. Поехали? Ага, поехали. Я реально сначала даже не обратил внимания, что вот эти вот буквы, которые здесь бегут, когда они живут, просто отражаются. Снизу. Я сталкивался со смертью раньше, но не с такой. Наверху она как-то умозрительнее, здесь это было личным. Словно проезжаешь мимо аварии на трассе. Все исходы предстают перед глазами. А потом звучит любимая песня, и скоро нужны съезды. Ты двигаешься дальше, как обычной жизнью. Ну да. Трь. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИШИСЬ! ПЕ 번ёпс К安定 Pfizer! Продолжение следует... Господи, что это? Понятно. Так... Что мне там теперь пишут? Заблокируйте двери? А нет, разблокируйте. Доберитесь до спасательной капсулы. А здесь что показывают? Это у меня как раз показывают план действий. На то случай, когда пора очень сильно, очень быстро эвакуироваться. Это заставляет команду делать работу. Хорошо. Наша команда, судя по всему, своё уже отработала. Погоди, ну сейчас я явно иду назад. Куда идти-то, блин? Я запутался. Это у нас что там? Операция и серверная. Вот, кстати, здесь же мне как раз говорили, что в серверной надо отключить блокировку. Правильно? Правильно. Вон ещё одна дверь. Почему я в неё не зашёл? Ага. Вот и оно. Серьёзно? Ну ладно. Двери разблокированы. Привет. Как твои дела? Внимание, высокопотребление. Итак, уйди. Уйди, говорю. Ёпты ж. В смысле? Это, бля, серьёзная заявка на победу. Тихо, давай пройдём. Что это было? Это был упалший водолаз. Так смени плоскость-то. Не хочешь? Блин. Я думал, он как-нибудь плоскость сменит, да? Вот так вот возьмёт и пройдёт, но нихрена он не проходит. А чё тогда дело-то? Куда идти? А-а-а. То есть даже так? Ладно. Ну что ж, это странно. 43% кислорода. Хорошо. Давай, летим, летим, летим. Замечательно. Ну? Отлично! Ну, чувак! Бля! Это так неудобно ни хрена! Ну, ну, ну. Давай, раз, два, три! Да что? Вот, наконец-то! Рыбка плавает. Нет, ну, такое, такое положение вещей, как бы, уже намекает. Либо мы играем за наркомана, либо, да что ж такое-то всё, я опять вниз упал, да? Твою мать. Еда в этой же комнате. Либо мы где-то очень сильно просто ударились головой, наш водолаз, и валяется он просто на дне морском. Ему всё это мерещится. Давай, давай, давай! Да куда ты вниз-то падаешь, мать твоё! Что за херня здесь происходит? Что опять стало с моим углом обзора? Почему? Причём я всё ещё нахожусь на первом же уровне, не на втором, не наверху. Вот же бред. 27% кислорода, я нихрена не вижу. Разработчики, я вас ненавижу. Я вот реально говорю, уже! Что за пиздец? 25% кислорода, ну а чё я тебе сделаю-то? Надо терпеть. Вот, сейчас. Что за бред? Не позволяйте силы, тяжести, положения сломить вас? Что, блять? О, боже. Если и сейчас не удастся, то я просто нажму Alt F4 и удалю к ебеням эту игру. Смотри-ка, ты удалось. Эй! Открой назад! Вот, спасибо. Привет! Ай, собака. Откройте, пожалуйста, мне очень надо. Вот, спасибо. Погоди, а сейчас он никуда? Спасибо за подсветку. Ладно, куда смогу, туда и... Ясно. Туда я, в принципе, не мог долететь. Значит, я могу попасть в нижнюю дверь. Пока. Вот, все. Я вроде как наконец-то на адекватной поверхности нахожусь. И это хорошо. Можем даже зайти и посмотреть, что в этой двери находится. М-м-м, понятно. Эй, так пойдем вниз-то, там же лестница. Хотя в таком скафандре по лестнице, наверное, особо не попрыгаешь. Набирая команду, они рассчитывали человек на 60-70. Для 20-ти там было многовато места. Было чувство, словно ты заглянул в офис, когда оттуда все ушли. Времени на отдых оставалось не очень много, но возможности были. Они очень старались делать нас счастливыми. Слушай, а это же это, точка входа. Помнишь, мы когда здесь только вошли, этот водолаз с этой стороны стоял. И тоже в стекло долбился. Не знаю, зачем он это делал. Ну да и ладно. Здесь все водолазы довольно-таки странные. Так, у меня 57% кислорода осталось. Ну, навряд ли я найду чем подышать здесь. Надо просто отсюда валить. Угу. Здравствуй, родной. Блин, а куда мне? А, в сортир обратно, я понял. Тэц, 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 тэц. Так, давай только без резких движений. Эти клешни твои бантиком завяжу. Тоже мне. Крабовый патруль. Так, все, валим. Эм. Да-да-да, я понял, ты страшный. Иди сюда. Эй-эй-эй-эй. На, сука. Ну давай, 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 давай. На, сука. Все, отъехал. Я точно видел, что вот это существо сидело и шевелило своей челюстью. Надо отойти от него подальше. Так... Персон Сиге. Заботился о своем здоровье не меньше, чем о нашем. И, несмотря на постоянную занятость и ежедневные упражнения, он просто излучился легкостью. Мудрый и многое повидавшим, походил на монаха-единоборца. Я и сейчас вижу признаки безмятежного спокойствия на том, что осталось от его лица. Я должен верить в это спокойствие. Представляю, что он решил просто сидеть и ждать, когда неизбежное случится, вместо того, чтобы тратить последние секунды на бесплодную борьбу. Да, его лучи... его лицо прямо лучится безмятежностью. Хорошо, здесь кто-то еще ходил за этим стеклом, но вроде особо пока что никого не вижу. Пойдем. Пойдем догоним и спросим, кто там был. У меня, кстати, воздуха 10%. Вот здесь что, воздух? Воздух. Чудесно. Ну, опять 25. Нихера. Я положу... А, вон, вижу, там креветка здоровая. Я положу себе здесь светяшку, и мне будет не страшно. Эй, креветка. Наверняка креветка будет против, если я туда пойду. Нет, здесь обойти тоже не смогу, ладно. Пойдем назад. Опа. Так, а если я ее загрю? Че, нет? Эй! Ладно. Так, здесь у нас есть дышалка. Здесь у нас есть бренди Орвис. Кем был, не был. Ну, судя по всему, надо возвращаться туда и пытаться как-то залезть здесь в потолок. Потому что креветка явно не желает уступить мне дорогу. Пойдем. А как я это сделаю? Я это никак не сделаю. Может, туда? Ой, блеск и управление. Ты же креветка. Куда идти-то? Может, если я с заднего пройду, он не будет против? Вот ты говно! Вот ты говно! Главное, как интересно, под каким углом он сейчас изломал свою лапу, чтобы... Ткнуть мне в голову этой хренью. Погоди, это где щекпоинта был? Это же вообще в километре, по-моему, отсюда. Или нет? Это вход вниз, да? Да ты чё? Да! Погоди, в прошлый раз эта дверь была закрыта. Почему она открылась сейчас? Ладно, пойдем посмотрим. В смысле? Немедленно сообщайте о признаках повреждения смотрового щитка. Что за... Ага. Грузи размещение. Пипец. Я думал, просто я сейчас опять сдох. И надо будет начинать по новой. Откуда-нибудь издали назад. Но нет, я не сдох. Мы продолжаем отсюда. Скорее всего, там был какой-то чекпоинт. И там впереди явно стоит какой-то человек, которого я сам с трудом вижу. Короче, ребята, пойдем к этому человеку в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова